Ее только что уложили спать, а ей не спится. Ну не хочется человеку спать, и все. И кто только придумал эти кровати, одеяла, подушки. Вы, как и Маша, не можете заснуть. Утром не можете проснуться, а потому стали раздражительными и несобранными. Эта ситуация знакома многим и носит название бессонница. В идеале сон человека должен длиться от 6 до 8 часов. Только гений вроде Леонардо да Винчи, если верить легендам, мог спать 2 часа в сутки. Но он на то и гений, чтобы отличаться от обычных людей. Для всех остальных недосып крайне вреден. На здоровый сон влияет. Во-первых, режим дня. То есть человек должен соблюдать циркадный ритм. То есть ложиться в одно и то же время, желательно вставать в одно и то же время. Это прямо в идеальных условиях. Если мы смотрим про внешние условия какие-то, значит комната должна быть проветрена, воздух свежий, не сухой. То есть какие-то увлажнители можно использовать. Это проблема общая, врачебная. То есть нарушения сна, они могут быть связаны с какой-то органической патологией. Допустим, как мои пациенты, которые перенесли инсульт, травмы какие-то. Допустим, пациенты с болезнью Паркинсона, они также имеют нарушение сна. Это может быть даже как один из симптомов начала раннего Паркинсона. Также пациенты, допустим, с проблемами патологии в спине, они очень часто имеют проблемы со сном, потому что просто больно, то есть при повороте каком-то они воспитывают боль, они просыпаются, качество сна нарушается. Свою игру с брещанкой Зоей Григорьевной бессонница начала после ряда неприятных жизненных ситуаций. Беспокойство в течение дня переросло в жуткую тревогу ночью. Сон не приходил. Одна ночь, вторая, третья. Как следствие, обращение к врачу. У меня много проблем, я вам скажу честно. Бессонница, посыпаюсь ночью, могу час-два лежать, вообще не уснуть. Могу в пять проснуться, уже четыре, это уже вообще, а тогда уже нет. Не хочется мне их снотворные. Думаю, не сплю, ладно, уж днем посплю, но и днем нет сна. Ну вот к нервопатологу хожу сейчас, на уколы буду ходить, таблетки успокоительные пить. То, что женщина обратилась к специалисту, верное решение. Если не заниматься лечением бессонницы, проблема может остаться с человеком на десятилетие. Некоторые люди предрасположены к ней из-за наследственности, психологических особенностей, зависимости от вредных привычек. Об этом нашей съемочной группе на приеме рассказала врач-психотерапевт Брестской городской поликлиники номер пять. Около, я думаю, 50% людей, которые обращаются в психотерапевтический кабинет, в той или иной степени страдают в том числе и нарушение сна. Это как один из симптомов, как правило, тревожно-депрессивных состояний. Поэтому сон нарушается часто, и последствия его, естественно, это тоже и раздражительность, и конфликты в семье, и снижение концентрации внимания, памяти. Это все отражается и на работе человека, и в его различных аспектах жизни. Это очень важный вопрос, поэтому, конечно, очень хорошо, когда люди обращаются к специалистам, не терпят, не усугубляют эту проблему. Помимо неправильного образа жизни и тревожности, здоровый сон может также нарушить храп или апноэ. О том, что человек храпит по ночам, он может и не догадываться, а вот его близким не позавидуешь. Однако храп не просто мешает другим спать, это симптом опасного состояния синдрома апноэ. Часто пациенты обращаются с такой проблемой, но чаще их приводят, конечно, родственники. Храп, значит, первоначальный человек должен быть обследован у лор-врача. Он сделает полный осмотр верхних дыхательных путей и уже сориентирует пациента, чтобы он прошел комплексное обследование, которое будет себя включать в полисомнографию, совместно с врачом-сомнологом, и слип-эндоскопию. Такой новый метод исследования, при котором человека погружают в медикаментозный сон, и с помощью такой маленькой камерки эндоскопа смотрят его проходимость верхних дыхательных путей. По статистике, чаще это мужчины влияет сильно лишний вес, ожирение. При ожирении, когда у человека есть лишний вес, жировая ткань, она имеет свойство накапливаться в окологлоточных пространствах, в корне языка, и таким образом механически сдавливает верхние дыхательные пути, и появляется храп. У меня было очень много килограмм, 124. Я начала худать, и немножко, я, конечно, полная все равно, но почти на 30 килограмм похудала, и сон нормализовался у меня. Я вот хожу, мне 56 лет скоро, я начала ходить на латиноамериканские танцы, стадион «Динамо». Все супер, нам реализовалось. Я когда танцую, я не чувствую ни ноги, мне болят ли не болят. Я не знаю, у каждого свое. Позитив. Жить надо хорошо, к людям хорошо относиться. Возможно, правила здорового сна могут показаться некоторым банальными, но они проверены на практике. А потому, если хотите быть здоровыми, бодрыми и энергичными, высыпайтесь. Но для этого соблюдайте режим дня, питайтесь правильно, любите себя и будьте здоровы.